Всем привет! Сегодня у нас с вами новое очередное видео из цикла годный контент на моем бьюти-канале Макияж детской косметики Тот, кто из вас смотрит меня уже достаточно давно, наверняка знает, что это видео я уже снимала два года назад Это, кстати, было одно из моих самых первых бьюти-видео И, в общем, посмотрела я это видео, кровь потекла из моих глаз, кровь потекла из моих ушей В общем, было очень-очень-очень неприятно И тут я недолго думала и решила, что раз могло быть лучше, то почему бы лучше не сделать В общем, большое спасибо, что еще тогда вы поверили в меня Люблю вас Если ты впервые на моем канале еще не подписан, то обязательно подпишись Тык, включи в себе уведомления о аппликациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить Конечно же подписывайся на мои социальные сети, я жду тебя в моем инстаграме Я жду тебя в моем вконтакте И мы приступаем Так, стоп, подождите Меня, кстати, Элиса зовут Вот так вот выглядит этот набор детской косметики, который я купила Здесь, в принципе, далеко немало всего, на чего здесь нет И вообще, чего я не нашла в разделе детской косметики, это детский тональный крем Ну, вообще, знаете, логично подразумевается, что у маленьких-маленьких детей еще кожа нормальная Им тональный крем не нужен И поэтому я тоже не буду носить тональный крем А чтобы мне не писали, что я халтура, и на самом деле у меня уже есть косметика Я покажу вам вот такой вот фокус Салфетки Для снятия макияжа достаем Извините Открываем, видите, новая свеженькая салфетка И пробуем стирать ей макияж Как видите, макияжа нет Глаза тоже вытру, чтобы вас на ней не смущали, тоже ничего нет Ну и, соответственно, губы Ничего нет Единственное, что я сейчас сделаю со своей кожей лица, это немного припудрю Потому что в противном случае тупо будет все блестеть Но пудру, которую я буду использовать, она белая То бишь прозрачная, транспарантная Дальше мы с вами пойдем чисто по набору детской косметики Ладненько, давайте достанем это Великолепие Здесь есть румяна Великолепные кисти Есть тени обыкновенные Странные цвета, ну ладно Попробуем сделать макияж какой-нибудь более-менее адекватный Потом глиттерный блеск для губ Блеск для губ обыкновенный И блеск для глаз То бишь глиттерные тени И вот такая вот книжечка Сейчас мы эту книжечку с вами достанем Все туда запихнем, чтобы у нас был профессиональный бьюти кейс Видите? Видите, как сильно он искажает? Помада стала какая-то кривая, косая И вообще не пони, что с ней происходит С лицом происходят такие же метаморфозы А, ну и упаковка выглядела сама по себе вот так Вот, в принципе, очень милая упаковка Я ее когда увидела, она сразу привлекла мое внимание Здесь, как видите, 30 средств Мега-гламур Мега-гламур, ребята, мега Кисти, которые тут в комплекте, меня пугают Как минимум потому, что они все в колею И вообще выглядят ненадежно О, класс, смотрите, я только достала кисти Она уже развалилась в моих руках Я начну макияж глаз Вот этих вот, наверное, голубых теней Очень интересно сейчас, как он будет наноситься На кисти он вообще практически не наносится Так, понятно, это у нас опять будет конкурс по макияжу Как нанести 200 тысяч слоев макияжа на лицо Так, чтобы видом было хотя бы чуть-чуть что-то Решила, походу, делать, что мы прям будем с вами повторять макияж Барби Поэтому сейчас я открою картинку Правда, единственный момент У нее сначала были розовые тени, а потом голубые Но я уже нанесла голубые Поэтому я сейчас сюда буду накладывать розовые тени То есть, короче, поменяю немножко местами Давайте прям посмотрим, что у нас получится Получится ли у нас повторить макияж этой куколки или такие? Нет Буду наносить розовые тени под нижнее веко Потому что у нашей куколки голубые тени на нижнем веке Кстати, расскажите, а у вас в детстве была детская косметика? Или может быть вы ребенок и у вас есть детская косметика? Не могу сказать, что я похожа на Барби Но и не могу сказать, что это прям настолько плохо, что прям Песец, песец, песец! Кстати, да, не забудьте потом написать мне в комменты Понравился вам этот удивительный макияж или нет Ну, в скобочках нет, конечно же Ой, извините, пожалуйста, звук забыла в телефоне выключить Кстати, знаете, вот мне сейчас телефон позвонил, и я вспомнила одну историю Она, правда, криповая, но зато она с хорошим концом Девушка из Москвы недавно спас от ограбления курьер, который привез ей доставку Девушка, которую зовут Наталья, ждала дома курьера С колонками с сайта Тимоу У них такая система, что если заказ был оформлен рано утром До 11 часов То ты можешь получить его в тот же самый день И, значит, сидела она на кухне и занималась своими делами Как вдруг понимает, что к ней домой ломится Ну, пипец вообще Хуже того, грабителем оказался сосед Он как раз недавно расспрашивал Наталью про ее драгостоящую технику И, значит, видимо, он думал, что эта девушка будет на работе А она что? Доставку ждала И этот мужик-сосед твердо решил ее ограбить И все могло бы закончиться весьма печально Но в приоткрытую дверь зашел курьер Тимол А когда он увидел, что происходит, то отвлек внимание бойного соседа на себя А Наталья не растерялась и позвонила в полицию Приехала полиция, все разрулили А девушка и курьер после пережитого начали встречаться И сейчас вроде как готовятся к свадьбе Да, кстати, на Тимол очень много всего полезного Вот, например, раздел товаров для стайлинга У нее подводка, причем достаточно массивная стрелка Сейчас я буду пробовать делать стрелку при помощи вот этих вот темно-сиреневых теней Потому что это единственное темное, что у нас есть Я возьму кисть для подводки, тоже сразу смочую Потому что, значит, шансов не будет И попробуем У нее стрелка идет аж до конца вот этой вот розовой растушевки Ну, кстати, нормально, да Очень нормально У нее, конечно же, есть еще вот здесь вот линия И я тоже хочу здесь нарисовать такое более контурирующее, что ли, вот это вот Так, и нижнее веко тоже у нее подведено Хочу взять еще вот нашу растушевочную кисть Взять самый светлый голубой оттенок И чуть-чуть вот сюда вот нанести Так, чисто углубить свет Так, и еще у нашей Барби вот здесь вот глиттер У нее что-то среднее между серебром и золотом Поэтому, я думаю, тоже возьму и серебро, и золото попробую его намешать Кстати, я, видите, уже вляпалась Неприятно получилось Капец, это очень странная штука какая-то По текстуре мне она совсем не нравится и неприятно Но зато смотрите, как ложится, лол Не каждое профессиональное средство так хорошо ложится Слушайте, не, ну глиттеры это что-то запредельно крутое Они прям постарались Так, а теперь золотые тени Смиксовать глиттеры Кстати, очень сильно сэкономили Вот это все, что я могу нанести, это все Больше глиттеров там нет Нет, здесь по-любому не хватает туши Детской туши я не нашла, значит, нашла Как раз хочу протестировать У меня есть набор для тех, кто только-только начинает клеить ресницы Набор для начинающих клеителей накладных ресниц То есть ресницы это совсем не моя сильная часть Поэтому я думаю, что этот набор будет очень оправдан Смотрите, что сюда входит Здесь у нас инструкция Палочка-фигалочка Ножнички Что-то вроде пинцета И клеители ресниц Правда, все-таки думаю, что нижние века я таки попробую накрасить Обычной тушью, потому что, ну иначе я в макияж, чтобы не виден Так, по инструкции первое, что я должна сделать Это при помощи вот этой вот штучки Определить, сколько я должна обрезать Теперь я должна взять и отрезать ее прямо у конца Теперь я должна достать клей, который есть в комплекте И нанести на ресницы на 30 секунд Вот это вот моя самая нелюбимая часть Я вот этим могу все зашкварить Понятно Попытка номер два Чтобы вы понимали, как я криво их приклеила У меня вот эти зазоры между ресницей и моим глазом километр Эти ресницы для начинающих просто ужасная дрянь Я не знаю, может делав клей, клей ужасный Но просто эти ресницы, я не знаю, они совершенно дебильные Потому что ты их типа клеишь, и они сразу от тебя отваливаются Я буду пробовать, и если у меня все получится, я вам сообщу А если нет, то я сдамся и накрашу ресницы просто тушью A few moments later У нашей куколки румяна Румяна у нее розовая, у нас тут тоже розовая И у нее они почему-то очень близко к носу То есть у нее где-то здесь Ну ок Ага, да, румянка Как мы наносить будем? Если они не наносятся И они, знаете, воняют Почему-то они воняют аскорбинкой Да, какой-то странный запах Мне кажется, если у меня сейчас пойдет аллергия Придется это быстро-быстро смывать И губы, конечно же, самое интересное теперь губы У меня в комплекте есть прям полноценный блеск И он такого розоватого прям цвета То, что нужно для нашей барбы Сейчас попробую его нанести Да Он совершенно прозрачный, не подойдет Хорошо, а также у нас были глиттерные вот эти вот штуки Если ими попробовать нанести, то что будет? Тут есть какой-то тоже розоватый цвет Попробую Вот он, вот его прям Да, тоже прозрачный А если вот этот Более насыщенный Ну, тоже прозрачный Ладно С губами понятно Кстати, по вкусу очень прикольно Знаете, похоже на карамель Не могу сказать какую-то конкретную Но просто какие-то карамельные конфетки Жаль, конечно, что... Конечно, что... Оно сломалось Насколько должно быть низкое качество продукта Чтобы оно вот настолько сломалось Капец Ну, у нас есть красная помада еще Пожалуйста, не ломайся А, а это уже другой запах Смотрите, какой креатив Сначала этот запах казался мне приятным Сейчас мне кажется, что мне хочется вырвать Фу, какая мерзкая помада Это кошмар Она такая мерзкая Она такая мерзкая Это просто ужас Она ужасно мерзкая Блин, мне реально противно Извините, но я ее сотру Я не могу Капец Фу, какая гадость Фу, фу, фу Пахнет Дрянь Что ж, пишите ваше мнение Про этот заметильный макияж Нравится вам он или нет Обязательно смотрите мое видео Которое было два года назад Я на него ставлю ссылку И мне реально напишите Кажется ли вам, что Изменилось мое качество видео В лучшую сторону или нет Очень будет интересно И, конечно же, подписывайтесь На мои другие социальные сети Я вас очень жду в моем контакте И в моем инстаграме И всем спасибо за просмотр Всем пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok